Вот, друзья, Аня уехала на выходные, и Яна гуляет с собаками сегодня. Давайте посмотрим, кто ко мне первый пробежит. Первая бусинка. Так, дальше смотрим, стоим. Бьянка, Бетти, Дора, Блюбери, Дюма. Кто-то еще остался. Кого-то еще не хватает. Кто ко мне не побежал? Кто-то еще есть? Ласка. А, Ласка. Все здесь. Ну, вон, друзья, там Ласка с бусей. Ласка. Привет. А это вот похоже на ланку вашу любимую. Это Дора. А это Дюма. Дюймовочка. Помните Дюймовочку нашу маленькую? Сколько у тебя получается собак? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Интересно, Нанька с семью сразу гуляет. Собаки довольны. И с мамой вышли погулять. Это вот, друзья, собаки из питомника Анинова. Сейчас, ну, у нас периодически меняются комплектации. Кто-то уходит, кто-то туда, кто-то в дом, кто-то в тот питомник. Там, в зависимости от всяких разных ситуаций, типа, там, беременности, ожиданий, течек, там, удобства, содержания, кому где удобнее. Так что они у нас... Кто тут такой у меня дружок? Бьянка. А что? Не, ничего. Я говорю Бьянка. Ну что, сейчас позову всех. Кто ко мне? Собаки. Блюбери. Альпа. Альпа красавица. Дочка Бэкнайт. Ласка. Ласка. Ласка, дочка Банке. Бьянка. Бьянка. Толстуха, Бьянка. Бьянка. Ой, ласка у нас самая легкая. Смотри, как она легко носится. Бьянка. Здорово. Здорово, корово. Дин-дин-дин-дин-дин. Дин-дин-дин. О, солнце ушло, сразу стало прохладно. А какие у нас красивые цветочки синенькие, посмотрите. Вот такие красивые у нас цветочки. И там бусинка наша старушечка. Бусинка-старушечка, а? Иди сюда. Первые американские були в нашем питомнике. Буся. А здесь на меня. Вот она. Дора. Это же Дора. Ну, цветочки супер, правда, друзья? Ну, что? Дюма. Я забыл, Дюма и ласка сёстры? Да. Родные, да? Однопаметники. Ты красотка. Такая спортивная девка у нас. Вот эта Альпа. Блю. А это её родная сестра Дора. Я только нибудь в связке их загонять буду? Мы из-за этого снимем, как ты их будешь загонять. Надеюсь, они все... Бьянка вообще самая счастливая. Да, Бьян? Айди, красотка. Я на солнышке лежу. И ушами шевелю. Всё, лежу. И лежу. Дора. А сейчас что-то по жопе получится. Такая прошла, задоминировала. Нельзя. Дочки, дочка Блэкнайта и Сильвера, да? Раз дочка Блэкнайта и Сильвера, два дочка Блэкнайта и Сильвера. Ланка, дочка Блэкнайта и Сильвера. Из девок всё? Три девки? Девки. А, ещё Бетти, да. Тоже такая же голубая. Мы тогда испанёта, получается, оставить четырёх собак. Трёх девочек и Вельвета. Трёх оставили, а четвёртую вернули. Да. А Лану потом вернули. И, кстати, никто ещё из них не рожал. А, Бетти только один раз рожала, точно. Остальные три сестры пока нет. Альку будем вязать, Дору будем вязать. Всё, самые наши лучшие. Крови Блэкнайта и Сильвера, как вы любите. И Кобелёк уже для них приехал, да, Ян? Ян, кто хуже всех себя ведёт на выголе, а кто лучше всех? Кто самых права? Бьянка, почему, потому что она дурачится? Придуряется, потому что? Присоётся. А, да? Она провоцирует всех. А кто самый послушный? Буся самая послушная. Буся, ну потому что она всю жизнь с нами. Буся, сказали, что ты самая послушная. Вот у нас здесь, друзья, айва начинает свисти. Ян, пойдём подойдём к тем деревьям, которые мы сажали. Многим интересно, мы года два назад показывали. Пойдём подойдём. Так, друзья, здесь у нас такая аллея деревьев. Кто смотрит наш канал давно? По-моему, два года назад мы их сажали, да, Ян? Вот, короче говоря, все деревья прижились, кроме одного. Давай пройдём. Это что у нас, Ян? Первые абрикосы стоят, остальные... Абрикосы. Пойдём дальше. Пошли дальше. Не вишня, а черешня. Абрикосы, абрикосы, дальше будет черешня. Смотрите, как травка интересна. Где-то зелёная, а с травками, а где-то высохла. После зимы почему-то вот здесь сухая. Объясните, вот мы с Яной думали, почему та часть вся зелёная... Причём там собаки высказывают. Причём там гуляют собаки, все дела свои делают. Видите, зелень, зелень. А здесь лунная поверхность, выжжженная, сухая. Здесь тоже абрикос. Он даже, видите, цветёт. А это дерево единственное, которое погибло. Ну, наверное, зайцы, скорее всего, съели с подкорни или кроты какие-нибудь. Зайцы корни не ели, а кроты тоже. А кто? Просто так... Медведка. Ну, понятно. Янка, подуманись. Так, Ян, вот это новые деревья какие-то, Паши, уже не абрикос. Черешня, смотрите, как она уже начинает почки давать. Такие уже почти с меня ростом деревья. Черешня, черешня. Миша приезжал, мой друг, на неделю. Мы немножко их подрезали. Яна не дала много подрезать, потому что сказал, что она хочет здесь не плодовые деревья больше, а высокие деревья. То есть, если их подрезать под форму, они будут более плодовые, но низкие. А так будут... А там в углу что у нас, Ян? Орех. Орех. Нормальный. И на той стороне мы что-то сажали. Пойдем, пройдем. Здесь у нас стоят какие-то просто дикорастущие деревья. Ну, убрать, не убрать, создают фон. Убрать всегда можно. Вот, друзья, персики цветут. Миндаль цветет. Персики цветут. Красота. А, здесь осталось одно дерево живое, и то не живое. А, живое. Что это? Яблонь. А, яблонь. А это что, Ян? Тоже яблонь. Это уголок яблонек. Ну, собакам, конечно, в самую траву надо зайти. Что там у вас в углу? Все проверить. Пойдемте траву жрать. Не надо. Да, пойдемте туда. Здесь только приключений можно найти. Дюма. Ласка. Ласка. Наконец-то теплые денечки. Я вообще в футболке. Ну, что, друзья, идем к дому, посмотрим, как они за нами зайдут. Питомник. Буська. Так, друзья, мы пришли к входу. Сейчас посмотрим, кто самый послушный, кто за нами. Собаки. Так. Ласка пока дальше все. Давай. Давай смотрим, кого Яна загоняет. Я здесь стою. Итак. Блю зашла. Дора зашла. Бьянка зашла. Дюма зашла. Альпа зашла. И кто-то еще черненький. Буся зашла. Кто остался? Ласка. Да, я вспоминаю. Аня про тебя рассказывал, что ты такая. Давай. Пойдем. Молодец. Пойдем. Пойдем. Давай. Давай, давай, давай. Молодец. Все девочки, все семь девочек замечательно зашли в питомник. Просто молодцы. Красота. Смотрите, все везде цветет. Начинает где-то что-то цвести. Не все еще зеленые деревья. Так, я на кого-то еще выпустил. Пойдемте посмотрим. А, это молодежь наша. Молодежь, пойдем. Сейчас посмотрим, кто это. Так, это у нас Дрима. Дрима. Это кто? А, милее. Дрима. Пошли. Собаки. Снеж. Снежа. Пойдем. Пошли, пошли, пошли. Пошли, пошли. Дрима. Дрима. Короче, Снежа, вы знаете, дочка Ливу и Вельвета. Это у нас серенькая Ливовая Милли, дочка Пупса и Уфо. А вот это Дрима из другого питомника. Тоже милая девочка. Все девчонки молодые, все еще ни разу не рожавшие. Всем примерно около двух лет. Все уже готовы. Уже и Милли, наверное, готовы? У нас Милли самая молодая здесь? Или Снежа? В тюрьме два года уже есть. А, ну, все готовы. Значит, полтора уже в семь есть. С полутора-двух мы начинаем вязать. Кому-то уже два есть. Дриме-то, наверное, уже два есть. Да я уже три, наверное. Дриме уже дофига. Ну, Снежа тоже молодая. Тоже около двух. Так что вот такие у нас еще невесты, барышни перспективные есть. Красивые. Ну, ты на Уфо, конечно, на мамку похожи. Да копия. Копия мамки, но только по... Чуть потяжелее, да? Да пока уже. Ну, Пупс тоже проглядывает. Чуть-чуть. Пупс сама, доча. Пупс, не надо. Сейчас провоцируешь, драко. Тихо! Видите, получается, есть такие комбинации. Когда кто-то кого-то передоминирует, то если начинать уделять внимание одной из девочек, Яна говорит, что может возникнуть драка. Поэтому, наоборот, надо спокойно ходить с ними, чтобы они гуляли сами по себе. Дрима не отпускает. О, сейчас Милли к нам прибежит, пока тех нет. Милли, иди сюда. Милли, 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 Милли. Иди ко мне. Иди сюда. Иди сюда. Иди ко мне, давай, девочка. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Ай, молодец. Молодец. Молодец, молодец. Ай, хорошая девочка. Нежа, иди сюда. Все, тихо. Ну, чувствуется, да, молодые такие, не очень, более, да, шабашные. Ай, не знаю, отношения, кто слабый. А-а-а. Так. Я тебе. Не смей. Наверное, они в такой комбинации их не выпускают, да, потому такая проблема. Я не знаю. Милли. Ну да, они все увлечены тем, чтобы выяснить, кто круче. Ну, по-моему, самая крутая здесь Милли. И она самая спокойная при этом. А Дрима самая заведенная. Ну, Дрима всегда такая. Да, мне кажется, не было бы Дрима, здесь бы сейчас все спокойнее было. Снежа тут нормально, я видел, гуляет. Все, подчинение выразила. Все, успокоилась. Дрима выразила подчинение? Да. Милли. Короче, Милли командир. Здесь главный. Видишь, подчиняются они. Угу. Э! Интересно как. Видела? Скажи, мам, ну я же хочу быть самой главной. Даже при тебе ты посмотри. Нельзя. Не, ну голова, объем, форма головы немножко на пупса похожа. Эх! Сейчас домой пойдешь. Гош, надо их уводить. Да? Бляху набирала. Понятно. Короче говоря, Яна сказала, что в такой комбинации никак не получится погулять, потому что вот эта собака считает себя самой крутой. Да, Ян? Да. Поэтому она сказала, ее уносить отсюда. Видимо, в этой комбинации гулять невозможно. Мы же не знаем, какие комбинации у Аны. Поэтому я ее уношу. Это моя. Мой попугайчик. Попугайчик? Попугайчик попка. Хорошо, так легко держится, такая расслабленная. Вообще не напряженная, как и можно идти даже с ней. Попка. Она действительно классная, она офигенная. Посмотрите, какая у нее моська. Она смесь мамы и папы и пупса. В общем, и в целом такая лапа у нее, прям грудак. Прям вот такая прям сбитая такая девчонка. Такая прям легкая, пластичная. И в то же время солидная. И смотрите, какой темперамент. Ну, только с другими собаками ей не очень нравится. Она, видимо, чувствует, что она крутая. Поэтому всех хочется доминировать. Все, нашел. Ну, такая удобная собака. В жизни таких удобных не видел. Смотрите, как я их могу. Ну, все, перехвалил уже. Я могу вот так и качаться. Друзья, всем привет. Немного романтики. У нас закат. Давайте сходим туда, к солнцу. Там у нас цветут персики и миндаль. Слышите, какая красота. Поют птички отличные весенние запахи. Потому что все вокруг цветет. Вокруг цветет миндаль. Вот эти все кусты. Пахнет прям очень-очень-очень хорошо. Небо красивое. А мы сейчас ходим туда, в сторону персиков и миндалей. Посмотрим, как они там цветут. Ну, вот, друзья, там уже садится солнце. Красота. Зеленая травка. Там вот такие красивые горы с этой стороны. Вот, друзья, поймали ракурс. Садится солнышко. Какая красота. А здесь наш сад. Ну, он уже погибающий. Здесь персики, миндаль дикие. Давайте пойдем посмотрим, как он в состоянии. Ну, вот, заходим в наш сад. Сразу же видим, как цветет миндаль. Какая красота. Да, красота. Вот такая, друзья, красота. Вы посмотрите, какая бело-розовая стена. Очень красиво. Обожаю это время. Смесь. Все-таки Крым, он самый классный. Здесь такая смесь запахов, звуков, цветов. Очень красиво. Смотрите, зелень какая вокруг. Красота. Даже просто послушать. Птички поют. Там курвык, там чирик. Это мы вот здесь. Видите, наша зона выкула здесь. Все, солнце, кстати, садится, и цвета начинают становиться темнее. Вот, видите, уже только верхушки деревьев остались, солнце. Ладно, возвращаемся домой. Давайте еще разико глянемся, уходя на всю эту красоту, пока солнце тоже не ушло вместе с нами. Сейчас солнышко уже вот там, с деревьями, и мы тоже пойдем. Смотрите.